МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина в нашем выпуске. Старт дан! Официально началась предвыборная кампания. Новогоднее путешествие по Чувашии в праздничные дни жителей и гостей Республики ждет квест. Три бронзы спортсмена Новочебоксарска достойно выступили на всероссийском турнире Патэйфандо. 18 марта 2018 года состоятся выборы президента страны. 18 декабря был дан официальный старт предвыборной кампании. Сегодня Центральная избирательная комиссия и общественная палата Чувашии подписали соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании. Общественный контроль очень важная часть предвыборной кампании и непосредственно самих выборов. Подписав соглашение ЦИК Чувашии, общественная палата договорились о совместной работе во время избирательной кампании. У членов общественной палаты Чувашии уже есть опыт работы в качестве независимых наблюдателей на выборах. По закону, чтобы стать наблюдателем, нужно быть гражданином Российской Федерации, знать избирательное законодательство и просто быть активным гражданином. Должностные лица, депутаты, представители власти, главы администрации и их подчиненные, судьи, прокуроры наблюдателями быть не могут. Общественная палата Российской Федерации поставила задачу перед региональными палатами принять активное участие как независимые эксперты в регионах. Это совершенно независимые люди. Поэтому участие палаты и их помощников в выборах действительно является своего рода маленькой подушкой между различными партиями. Каждая партия на любых выборах выставляет своих представителей в качестве наблюдателей. Общественники же соблюдают баланс интересов, предотвращают конфликты. Мы не делаем каких-то преференций той или иной партии. Важно, чтобы на общественном наблюдателе были активные граждане. Не важно, кому они принадлежат. В нашем различном течении партиям объединений, чтобы это были серьезные ответственные люди, которые могли бы обеспечить и гарантировать, что действительно на данном участке, на конкретном участке, выборы прошли согласно нашего закона. В Чувашии 1162 постоянных избирательных участка и 15 временных, которые создаются в медицинских учреждениях и следственных изоляторах. Одна из особенностей нынешней избирательной кампании заключается в том, что повышается степень прозрачности, степень гласности происходящих вопросов, происходящих моментов. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина унесены изменения в закон о выборах президента Российской Федерации, соответственно которым сейчас подключается к избирательному процессу общественная палата всех уровней, в том числе и наша региональная палата. У нас есть хороший опыт организации проведения выборов. Выборы для нас не в новинку, мы их не боимся, мы знаем как их проводить. И безусловно мы заинтересованы в том, чтобы выборы провести максимально законно, абсолютно легитимно, без каких-либо нарушений, в условиях высокой активности избирателей. Для этого мы используем любой информационный повод, в том числе и сегодняшние мероприятия. И самое главное, чтобы был достигнут абсолютно объективный результат, который никто ни в коем случае даже теоретически не мог оспорить. Над выполнением этой задачи будут работать ЦИК, Общественная палата, представители общественных организаций Чувашии и Молодежное объединение. В ближайшее время будет создана рабочая группа экспертов по отбору наблюдателей на выборы. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Напомним, аналогичное соглашение подписали Общественные палаты и Центр избирком России. Согласно этому документу, на президентских выборах будут работать 100 тысяч наблюдателей от Общественных палат регионов. Корпус общественных наблюдателей в нашей Чувашской республике уже функционирует третий год подряд. И поэтому очень приятно, что на сегодняшний день изменения, которые были внесены в указ президента на предмет более тесного сотрудничества, это на сегодня важно. Нужно сказать, что это соглашение будет способствовать тому, что выборы будут более открытыми, доступными. И корпус общественных наблюдателей сможет осуществить наибольший контроль и привлечь уже не как это было раньше общественные партии, а именно общественных наблюдателей. Мне как члену Общественной палаты, безусловно, очень и очень важно вот такое признание и в определенном смысле доверие к общественным организациям. И они составляют костяк гражданского общества. Если мы будем забывать о том, что активные граждане, они формируют вот ту среду общественную, культурную, духовную, то в таком случае мы просто будем упускать очень значимый компонент современного российского общества. Институт Уполномоченного по правам человека доказал свою эффективность. Созданный более 15 лет назад, он стал для людей местом, куда можно обратиться с просьбами и жалобами. Об основных тенденциях Уполномоченный по правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева рассказала главе региона Михаилу Игнатьеву. В чрезе обращений поступающих в адрес Уполномоченного на первом месте вопросов в сфере уголовного права. Мы работаем, въезжаем в колонии, разбираемся вместе с прокуратурой. Мы работаем, у них есть специальный прокурор по надзору за содержанием в уголовно-исполнительной сфере. На втором месте жилье и проблемы ЖКХ. Особенно много вопросов по механизму переселения из аварийных домов. Вопросам жилищно-финальной сферы это разъяснить на работу. То есть ее надо больше проводить. Люди мало еще знают свои права. Вот это такое есть. Мы проводили встречи, и именно много вопросов задают, что с ними надо работать, с ними надо говорить, им надо рассказывать. Не хватает финансовой грамотности у кого-то, на эмоциях совершая эти операции. Потом правовой культуры не хватает. Это правда. И вот на примерах где-то надо нам еще повлиять на все эти процедуры. Хотя сейчас там с бюджета республики тоже выделили средства для осуществления финансовой грамотности, начиная с детских садов. Уже в январе-феврале будущего года совместно с Минобразованием для школьников Чувашии начнут проводить единые уроки прав человека. О мудрости и опыте говорили сегодня в Доме правительства. Члены Совета Старейшин собрались на расширенное заседание, чтобы обсудить итоги и проблемные вопросы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Много встреч проводили в живых аудиториях с людьми разных возрастов, и тем более с нашими детьми. Они видят вас прежде всего. Все дела, которые вы делаете с любовью, всегда делали и будете делать, рассчитывая на вас с чистыми помыслами. За плечами каждого из них богатый опыт работы на руководящих постах. И им есть что рассказать молодым управленцам. Заседание Совета Старейшин – повод подвести главные итоги работы. Год в целом, если взять, завершаем достойно. Трехлетний бюджет, если смотрят на перспективу, принят. По итогам 11 месяцев, несмотря на сложности, определенные, которые есть в экономике, 106,5% с плюсом идем, в декабре тоже с плюс, потому что сейчас налог на имущество как раз заплачивают. Если взять цифры, 46 миллиардов 200 миллионов рублей в канцеллерийный бюджет Чувашской Республики отчисленный налогоплательщиками всех видов налогов. Если взять по безвозмездным поступлениям, включая дотации на сбалансированность, дотации на врань, бюджетной обеспеченности, наши инвестиционные программы, которые предусмотрены инвестиционным программам, мы привлекли 15 миллиардов 500 миллионов рублей. Колоссальную сумму в правительстве региона привлекли на ремонт дорог. Руководитель Минтранса Республики отмечает, что в этом году с помощью консолидированного бюджета подрядчики сдали более 100 километров. И это там, где асфальтированных трасс не было никогда. Ремонт осуществлен на протяженности 407 километров, на 148 объектов. Это в том числе и наш такой замечательный проект «Безопасные и качественные дороги». Но, однако, хочу напомнить, что у нас общая протяженность дорожной сети составляет 10 тысяч муниципальных дорог километров и полторы тысячи региональных дорог. То есть 407 километров – это где-то меньше 4%. Поэтому есть к чему стремиться. В Совете Старейшин состоят и бывшие руководители крупных дорожных организаций. Они держат руку на пульсе и указывают властям на проблемы. Нужно восстанавливать проектные организации. Если дороги как-то еще лепят, то коммуникации вообще представление не имеют люди. Есть объекты, которые закончены, а экспертиза до сих пор не проходит. Потому что, будем говорить, институты, которые занимались этим, не стали. Это болезнь не только у вас, это в стране. Были по отдельным подрядчикам замечания. И подрядчики полностью перекладывали верхний слой асфальта. 5 сантиметров там на протяжении нескольких даже километров. И в связи с тем, что есть замечания, что у нас только один или два асфальтовых завода может производить, это вопрос сложный. Но мы ведем уже контроль непосредственно на улицах. Рассмотрели и другие вопросы. Члены Совета Старейшин отмечают, что в республике завершается успешно год матери и отца. Главный итог сокращения – количество разводов. Обсудили и подготовку к выборам президента России. Они состоятся 18 марта будущего года. Избирательная кампания должна пройти открыто и честно. Опыт старейшин пригодится и здесь. Дмитрий Ковалев, Олеся Русакова, Ирасиль Мухаммедов, Республика. О вопросах патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи говорили на заседании комиссии Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Оно прошло в Новочебоксарске. Кадетские классы демонстрируют приобретенные навыки. Чеканый шаг, приемы с оружием, основы рукопашного боя. Все это ребята осваивают в течение нескольких лет. Патриотическое воспитание молодежи не просто общие слова. В республике активно развивают кадетское движение. В нем состоят уже более 4 тысяч школьников. Создан окружной кадетский корпус набирать обороты и движение юнармия. Еще одно направление работы – создание поисковых отрядов. Эффективную работу республиканских властей отметили члены комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Мы этот опыт будем и транслировать в другие регионы. Мы обобщаем опыт работы в различных регионах. И лучшие практики мы, естественно, рекомендуем и главе государства, который реализует это в своих поручениях. То, что сегодня мы увидели здесь, на Чувашской земле, как здесь готовят, воспитывают, растят настоящих патриотов Родины, нашей Великой России. Нам очень приятно, что вот это движение притворяется в жизни именно таким замечательным образом. На заседании обсудили ряд актуальных тем – вопросы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и профилактики экстремизма. Профилактика – лучшее средство от многих заболеваний, в том числе и от наркозависимости. В образовательных учреждениях республики уже реализованы десятки проектов, и все они направлены на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся. В Чувашской сельскохозяйственной академии прошла презентация самых эффективных. На обсуждение экспертов было представлено 9 пилотных проектов. Все они будут реализовываться в течение следующего полугодия. За это время можно будет понять, насколько они эффективны. Лучший опыт организаторы планируют применить во всех образовательных учреждениях Чувашии. Мы хотим, чтобы на территории образовательных организаций были реализованы комплексные мероприятия, направленные на профилактику наркомании. В конечном итоге реализация данных проектов, я считаю, что позволит нам снизить количество преступлений, совершаемых учащихся молодежью, не только в сфере наркомании, но и в профилактике правонарушений. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. В Республике реализуют проекты развития общественных территорий, основанных на местных инициативах. Муниципалитеты формируют заявки на участие в конкурсном отборе. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов лично ознакомился с ходом реализации проекта в Аликовском районе. Жители Аликовского района в последнее время особенно активно участвуют в жизни родного района. Вместе с органами власти принимают решения об обустройстве родных сел и деревень. И самое главное, воплощают их в жизнь. И все это благодаря программе инициативного бюджетирования. В этой программе инициативного бюджетирования в этом году из 12 сельских поселений мы реализовали 7 проектов, в том числе и этот проект, который здесь находится. В этом году мы сделали 2 пожарные депо, 2 клуба отремонтировали, плюс сделали в одном из поселений мест массового отдыха людей с установкой памятника погибшим в Великой Отечественной войне. В этом году мы на эти цели закладывали миллион, а в этом году мы вчера приняли бюджет района на 18-й год, заложили полтора миллиона. В среднем на каждое поселение по 165 тысяч рублей. Именно благодаря программе инициативного бюджетирования в деревне Сормовара удалось обустроить небольшой сквер, установить памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне. А в Чувашско-Сорминском сельском поселении построили гараж для пожарной машины. Теперь жители близлежащих деревень спокойны. Случись беда, пожарная команда прибудет на место вовремя. Народ нас понял, поддержал. Строили для пожарной машины всегда было на готове, и зимой, и летом на боевом режиме, чтобы стояло. Потому что зимой же машина, если на улице будет стоять, ее уже надо горячую воду заливать, прогревать. Это сколько времени займет. А сейчас машина будет стоять здесь, на месте постоянно теплее, она будет постоянно на готове. Потому что пожарники, кто я их нанял, они все здесь рядышком живут, все будут в постоянной связи. Собирались каждого двора по 400 рублей. Большинство жителей отнеслись с пониманием. Собрали деньги быстро. Нужно было, потому что в сжатые сроки все это сделать. Нам в этом большую, огромную помощь оказали депутаты нашего поселения и старосты. Пожарный депо, оно значимо для поселения. Так спокойнее, когда пожарная машина у нас рядом. И постоянно на боевом дежурстве. В следующем году аликовцы хотят реализовать еще один проект по организации сбора мусора. Благо, что инициативных и неравнодушных жителей здесь много. С 2017 года партия «Единая Россия» реализует проект «Местный дом культуры». В Чувашии на ремонт и обновление сельских клубов выделили около 40 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. За несколько месяцев здание Турмышского дома культуры преобразилось, а вместе с ним и библиотека, которая находится в клубе. Здесь заменили старые окна и двери, поменяли электропроводку. Все хорошо, но еще надо много делать. Много-много. И пол надо сделать. И там ремонт тоже. Отопление надо на втором этаже делать. Такое, в общем, много работы. Мы поэтому стараемся попасть в программы. Вот эти, которые в республике идут. Очень-очень стараемся. Поэтому мы участвуем в разных фестивалях, конкурсах, занимаем призовые места. Жизнь бьет ключом и в Мажарском доме культуры. Творческие коллективы показывают свое мастерство. А я сегодня еду, делаю и дела. Последние годы именно для Мажарского ДК, клуба, Дома культуры, выделено немало денег. И это в 2014 году нам было выделено миллион двести тысяч на ремонт. Крыши, поменяли окна, двери, отопление. В 2016 году нам, ну мы участвовали во многих конкурсах, нам была выделена вся аппаратура, экран, нам выделили проектор. В текущем году обновили все музыкальное оборудование, купили компьютер, камеру, музыкальные инструменты, баян, микрофоны. На это из бюджета было выделено более четырехсот тысяч рублей. А в селе Чутеево построили новый клуб. Свежевыкрашенные стены, высокие потолки, новая сцена. Дом культуры скоро откроет свои двери для артистов и зрителей. И тем и другим здесь есть где развернуться. Новая аппаратура, мебель, костюмы, все уже приобретено. Мы школьным коллективом художественной самодеятельности готовим номера к открытию нового дома культуры. Я очень люблю петь и думаю, что, несмотря на возраст, наши способности будут востребованы в новом доме культуры. И наряду с молодыми мы будем здесь выступать. Новый клуб построили и в селе Малые Кибечи. На строительство было потрачено 6 миллионов рублей. Деньги выделили по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». И местные жители внесли посильную лепту. В октябре клуб начал работать. А в деревне Михайловка Цивильского района новый клуб работает уже год. И уже победил в республиканском конкурсе культурно-досуговых учреждений. В 2018 году работа по модернизации и строительству домов культуры в республике будет продолжена. На это предусмотрено около 40 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Татьяна Трофимова, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика. Музей имени Чапаева активно обновляется. Интерес к истории страны настолько велик, что сотрудники музея постоянно пополняют экспозицию. В одном из залов представлены комплекты униформы офицера Российской императорской армии периода Первой мировой войны и рядового армии Австро-Венгерской и Германской империй. А на площадке перед музеем выставлены уникальные макеты бронеавтомобиля и пушки. О новых музейных экспонатах специалисты могут рассказывать часами. Вот макет 76-миллиметровой полевой скорострельной пушки образца 1902 года. А этот броневик Изотов Раскини Череп был создан в единственном экземпляре в 1916 году на Ижорском заводе. Восстановлением занималась команда специалистов Санкт-Петербурга. Интересно, это машины тем. Шасси было из Италии. Заказали его, знаете, таким вагоном, когда приехал Изотов Раскини. Инженер Гебров, он снял, разобрал какую-то броню. Вот, и это, наверное, единственная машина, которая выпускалась на кровной броню, именно от рикошета. Уникальные экспонаты и сенсорное оборудование появились в музее благодаря гранту главы Чуваши. Обновленная экспозиция – часть программы, которая включает еще и реконструкцию самого здания музея и реставрацию дома, в котором родился и жил Василий Иванович Чапаев. Сотрудники уверены, их музейное пространство станет самым востребованным и зимой, и летом. Новогоднее путешествие по Чувашии в праздничные дни жителей и гостей нашей республики ждет настоящий квест с призом в завершении. Во время новогодних каникул с 3 по 7 января для всех желающих начнется новогоднее путешествие. Каждый день будет тематическим. 3 января приглашает в гости Мариинский посад. Город превратится в настоящую сказочную столицу Чувашии. 4 января праздник продолжится зимними сказками Чебоксарского района. На следующий день всех ждет в гости город Новочебоксар с программой «Новогодний круиз без виз». Фестиваль снежных скульптур, театр под открытым небом и новогодние калятки. 6 января волшебство начнется в Маргаушском районе, а 7 числа – Рождество в Алатаре. Мы в этом году сделали упор на то, чтобы наши туристы могли выехать в лесные массивы нашей республики. У нас планируется также и промониторить впоследствии социальные сети, каким образом люди будут отражать себя в тех или иных местах отдыха, тем самым продвигая эти туристские маршруты. И мы определим наиболее интересные и привлекательные. Каждый желающий может получить единый пригласительный билет на год в музее нашей республики и даже выиграть сертификат на два лица на отдых в гостевом доме. Этого нужно пройти весь маршрут новогоднего путешествия, собрать шесть печати на специальной карте туриста и предъявить ее до 10 января в информационный туристский центр Чувашии. Для того, чтобы нашим туристам было просто и легко передвигаться, во-первых, будут по заявкам, обязательно по заявкам, ежедневно в каждый из районов уходить автобусы туристского класса от туристского инстанционного центра, если точнее, от площади Чувашского национального музея. Уже с завтрашнего дня новогоднюю карту туриста можно будет забрать в главном офисе информационного туристского центра по адресу Бульвар Купца Ефремова, 4. Полную информацию по всем праздничным мероприятиям можно посмотреть на сайте волго-туризм.ру в разделе «Календарь событий». Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, «Республика». Национальный костюм и современность «Республиканский конкурс» дал возможность собрать лучшие работы в отдельную выставку. Экспозиция разместилась в музее Чувашской вышивки. А этот материал что, холст? Холст должен был быть, но сейчас уже конвай используют. Смотрите, это конва. Это такая мелкая конва. Прямо конвежа, удобно очень вышивать. Все ручная работа, эксклюзив и уникальность. Двух одинаковых не найти. Мастерицы карпели над каждым стежком изделия. Ковровость, вот эта вышивка, филигранная ковровость, которая отличается, наша Чувашская вышивка, этим же и отличается от вышивок народа мира, тем, что она представляет знаки геометрического орнамента, руны, настоящие руны, знаки, меандры здесь вы видите тоже. Это вот характерная чисто Чувашская классическая вышивка. Первое место в конкурсе отдали Чувашскому халату. Его автор живет в Ядринском районе. Мужской шубр с классической вышивкой не оставил шанса другим претендентам в номинации «Современный национальный костюм». Свои работы прислали рукодельницы из девяти районов и трех городов Чувашии. Заявились и наши соседи из республики Мариэл. В номинациях принимали участие мастера, которые не профессионалы. То есть свободное от работы время. Это в далеких селениях, в деревнях нашей республики, районов. Женщины, которые занимаются после работы вот этим изумительным видом искусства, как не только вышивка, здесь мы видим и национальный костюм. Чувашские, русские, татарские, марийские, мордовские – одеяния пяти народов, что испокон веков жили на территории Чувашии. В национальные наряды одели и кукол, а некоторые искусницы даже вручную свояли и будущие модели. Здесь вот мы видим авторскую ручную работу, начиная с изделия и костюма, и головы. То есть здесь больше вклада было мастерицы. Национальная одежда – это своеобразная книга. Научившись ее читать, можно узнать о традициях, обычаях, истории народа. Рассмотреть поближе орнаменты и подержать в руках колоритных кукол в музее разрешают. Открыта выставка будет до конца января 2018 года. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика. Накануне Дня энергетика на Чебоксарской ГЭС наградили журналистов и блогеров, которые участвовали в ежегодном общероссийском конкурсе «Русгидро. Энергия воды и зеленая энергия». Конкурсы проводятся с 2008 года. Они посвящены развитию возобновляемых источников энергии в России, как наиболее перспективных и экологически безопасных. Кроме генерации энергии, «Русгидро» проводят политику популяризации идеи развития гидроэнергетической отрасли, необходимой сиюмодернизации, а также повышение энергоэффективности. Конкурс журналистских работ «Зеленая энергия» был посвящен Году экологии в России. В этой номинации второе место всероссийского конкурса заняла съемочная группа национальной телерадиокомпании «Чуваши». За серию репортажей о паводке 2017 и открытии школы энергетики на базе Чебоксарской ГЭС. Три бронзы спортсмена из Новочебоксарска достойно выступили на 10-м всероссийском турнире по тейквондо «Золотая искра». Путь с руки и ноги – буквальный перевод тейквондо. Тренировки без оружия, специальные удары и прыжки – так выглядит корейское боевое искусство, возникшее более двух тысяч лет назад. В столице Чувашии этим видом спорта занимаются уже давно. Тейквондо – это очень популярный вид спорта во всем мире. К тому же это олимпийский вид спорта. Он полезен для укрепления здоровья, для всех, для гармоничного развития. У нас появилась хорошая материальная база. Здесь мы можем хорошо их готовить, подготавливать этих спортсменов, выявлять лучших и сильнейших спортсменов в Чувашии. За 15 лучших тейквонзистов в нашей республике два дня боролись за чемпионство. Конкуренция была жесткой. В турнире участвовало более 800 спортсменов из 27 регионов России. В итоге нашим тейквонзистам удалось заработать три бронзовые медали. Одна из них принадлежит Владимиру Пуденькову. Кстати, всего в копилке спортсмена уже 24 награды. Это было очень крупное соревнование. Мне понравились эти соревнования. Там было много спортсменов, они все были техничные. Было, конечно, трудно. Сейчас у Академии Тейквонду появился новый спортзал. И здесь ждут будущих спортсменов. Сильнейшие снова поедут на соревнования. Тем более, что через два месяца в начале февраля в Новочебоксарске пройдет первенство России среди юниоров. Лучшие из них попадут в сборную нашей страны, которая поедет на юношеские Олимпийские игры по Тейквонду. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Анна Ивановна не раз слышала о воздействии магнитного поля на организм человека. Но о том, что магнитотерапию можно применять в домашних условиях для лечения артроза, артрита, остеохондроза, узнала недавно. Знакомые посоветовали Алмак-01. Этот аппарат прост и удобен в использовании специальных навыков, не требует. Достаточно просто ознакомиться с инструкцией или получить консультацию у специалиста. В ходе реабилитации мне посоветовали магнитотерапию. Я проходила ее дома, используя аппарат Алмак-01. Если теперь в семье у кого-то болит спина, колени, случаются травмы или ушибы, мы пользуемся аппаратом Алмак-01. Уже много лет компания Еломет выпускает медицинскую технику для лечебных учреждений, а также для домашнего использования. Портативные и универсальные аппараты хорошо и давно знакомы чебоксарцам. Ведь при отсутствии противопоказаний их можно применять при целом ряде симптомов. Даже физиотерапевты рекомендуют чебоксарцам обзавестись бесшумным помощником, который прослужит не один год. В чем сейчас проблема в гиподинамии? То, что мы малоподвижный образ жизни ведем, поэтому все у нас в организме застаивается. В этом плане, как раз когда застаивается в организме кровообращение, конечно, эти обменные процессы замедляются. А магнитотерапия как раз физиологично, природным способом помогает ускорять это кровообращение. Воспаление суставов при артрезе и артрозе усиливает отек и боль. Кровоток и доставка полезных веществ затрудняется. Вредные продукты воспаления и распады отравляют клетки и ткани. Болезнь прогрессирует. Алмак-01 дает возможность активизировать кровообращение, насытить суставы питанием и кислородом, вывести токсины и тем самым помочь лекарствам усвоиться. Аппарат способен оживить суставы и подарить свободу движения. Мы советуем Алмак-01, поскольку он способен улучшать состояние при хронических заболеваниях позвоночника, суставов, сосудов, людей, ведущих малоподвижный образ жизни или наоборот, испытывающие серьезные физические нагрузки. Перед Новым годом в аптеках и магазинах медтехники можно приобрести Алмак-01 по выгодной цене. В преддверии праздника действуют скидки. Это отличная возможность порадовать себя или близких полезным подарком. Светлая жизнь в новом месте. Речь идет о микрорайоне Солнечный. Лес, речка, чистый воздух, тишина и спокойствие. Конкурентные преимущества нового микрорайона в Новоюжном районе города Чебоксары. Здесь очень уютно жить и легко купить квартиру. Уже более полутора тысяч человек сделали это. В ближайшее время поступят в продажу еще 500 квартир и будет построена новая большая автодорога, школа и садик. Стоимость квартир от 1 миллиона рублей. Это очень выгодно. Прежде всего микрорайон ориентированно доступное жильем. Здесь каждый сможет найти себе квартиру по душе и финансовым возможностям. Например, семья Игнатьевых уже вовсю делает ремонт в своей новенькой квартире. Микрорайон Солнечный привлек нас тем, что у них удобные планировки квартир и, конечно, выгодная цена, что для нас было немаловажным. Удобные подъездные пути. То есть есть парковка для автомобиля. Мы приобрели трехкомнатную квартиру. Здесь все изолированные комнаты и есть просторная кладовая, которая станет отлично гардеробной, потому что в нашей семье много девочек. До конца этого года и в начале следующего здесь планируется сдать еще 4 жилых дома. А это более 500 квартир. Ну а о такой ставке по ипотеке можно только мечтать 7,4%. Кстати, ежемесячный платеж по такому кредиту даже ниже, чем плата за арендное жилье. Мы хотим приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме, потому что в данный момент нам есть где жить и мы планируем расширяться в будущем. Нас привлекла низкая потечная ставка и можно использовать мат-капитал. Солнечный растет прямо на глазах. Здесь планируется строительство школ и детских садов, магазинов. А весной следующего года планируется проложить широкую четырехполосную дорогу. Хотите лично познакомиться с микрорайоном Солнечный? Здесь вам всегда рады. В любое время звоните по номеру 410000 или ищите информацию на сайте 3w21sol.ru. Солнечный светит всем!